Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт в обзор новой версии Пиксельмона, а именно 4.1.0 на версию Майнкрафта 1.8. Я вам сразу скажу то, что тут достаточно приятных изменений, которые я вам с радостью покажу в этой серии. Да, ребята, но перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас поставить лайк. Давайте наберем 1200 лайков за новую версию Пиксельмона и, в принципе, за новое видео, потому что каждый ваш лайк для меня очень важен. Я прям всех рассылую, кто поставит лайк, потому что каждый мой подписчик мой друг. Если ты хочешь вступить в нашу дружную семью, тут есть небольшая кнопочка. Одна секунда твоего времени, чтобы поставить лайк, одна секунда, чтобы подписаться на канал, но за эти две секунды ты действительно сможешь сделать меня счастливым. Потому что каждый мой подписчик действительно как мне друг. Да, ребята, также не забываем оставлять комментарии и напишите в комментариях, какая ваша любимая часть этого обновления. Посмотрите это видео до конца и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше всего понравилось. А мы приступаем к самому обновлению. Ну что, ребята, вы готовы рассмотреть всю прелесть нового изменения, нового дополнения, нового обновления Пиксельмона? Да, ребята, в первую очередь, в первую очередь, что меня прям очень поразило, удивило и обрадовало. Магазины. Да, ребята, в Пиксельмон были добавлены официальные магазины. Больше нам в какой-то степени не будут нужны магазины с дополнительного мода Custom NPS. Потому что вы сейчас сможете найти нормальные магазины самого мода Пиксельмон. Давайте рассмотрим, что вы тут сможете найти. Крутые часики, крутой коврик, крутой аппарат, где вы можете газировку какую-то выпить. Но смотрите, что мы тут сможем найти. Двух, двух тёлочек. Но это два продавца. Да, первый продавец нам говорит, добро пожаловать в наш Покемаркет. То есть, они даже с вами переписываются. Но смотрите, что вы тут можете добыть. Купить. За деньги. Да, ребята, в Пиксельмон также были добавлены деньги. То есть, вы можете купить тут нужные вам темпки. И что самое главное, вы можете продать ненужные вам темпки за какую-то стоимость. Добыть ещё немного деньжат и прикупить нужные вам темпки. Как я понял, в каждом другом магазине спаиваются другие темпки. То есть, это рандом. Магазины можно найти только в деревнях. Они спаиваются только в деревнях той же Саванне, Равнине, ну и также в пустыне. То есть, больше вы нигде не можете это найти, как, допустим, те же Покет-центры. Только в деревне. Теперь в деревне ещё намного важнее. Да, ребят, за деньги. А в другом, то есть, хорошего дня. Спасибо за то, что нас проведал и за то, что ты прикупился в нашем магазинчике. И второй тренер, где вы можете покупать покеболы и всякие антидоты, хилочки и также ревайв, что, в принципе, оживляет вашего покемона. Это тоже очень круто. И также продавать ненужные вам вещички и покупать нужные, что мы, в принципе, делаем в нашем сезоне Пиксельмона. Также за деньги. Где вы можете получить деньги? Деньги можно получить, убивая тренера. Зависимо от уровня тренера, вы будете получать больше денег. То есть, чем больше уровень тренера, тем больше денег вы с него получите. Также вы можете подкопить немного и купить нужные вам вещички. Но чтобы сейчас не искать тренера, давайте мы посмотрим команду, с помощью которой вы можете выдать себе динжат. Да, ребята. Это очень круто. Мы выдали себе 100 тысяч баксов. Офигеть. И давайте прикупим. Давайте купим. Вот смотрите, что крутое. Вы можете покупать сразу. Пум. 15 болов. Давайте купим квикболы. Пум. 5 квикболов. Левелболы. Тоже крутая вещичка. 3 левелбола. Пум. Давайте купим ревайв для того, чтобы пойти посражаться в какой-то гимн, допустим. Пум. Купили. И что самое главное, вы это все сможете продать. Конечно, по низкой цене, потому что, ну, ясно почему. Но это круто. Демочки. Купим рест, фокус, бабл бим купим. Бабл бим, рест купим. Круто, ребята. Вот, вот что, что на это меня очень сильно обрадовало. Это офигеть как круто. Ого. Ребята, лайк за это, потому что, потому что эти магазины прям меня очень удивили. Да. Но не будем задерживаться. Не будем задерживаться. Давайте рассмотрим покемонов, которых добавили и также изменили текстурку в новой версии пиксельмона. В первую очередь, кого добавили, ребята? Добавили Скитти. Давайте посмотрим, как она круто выглядит. Скитти. Офигеть, какая она прикольная. Ребята. Фроузен. Фро. Фроуз. Как это пишется? Я забыл, если честно. Фроуз. Я не помню, как это пишется, чтобы она остановилась. Фроуз. Я не помню, честно, ребята. Как это там пишется, но... Фриз. Вот. Не Фроуз, а Фриз. Вот, ребята, как она. Как она выглядит. Как она выглядит круто. Офигеть просто. И также давайте, в принципе, сразу посмотрим на Шайни. Вот. Обыч. Как это круто выглядит, ребята. Как это... А ну, а ну давайте прям картиночку. Это также... Давайте посмотрим сейчас. Это их вторая эволюция. Как нам эволюционировать с Китти в Делкетти? Ребята. С помощью лунного камня. Конечно же, с помощью лунного камня. Но это нереально круто. Ребята, смотрите, какие тут текстурки. Прям зашибенные. Какие тут зашибенные текстурки. Офигеть просто. Прям все семейство в сборе. Мама, папа, дочка, сын. Так, давайте, давайте вот так опустим. Я даже специально сделаю скриншотик. Потому что это нереально круто. Таймсет давайте 2000 поставим. Нет. Или, или я не знаю, 1000. Чтобы нашей тени там не было. Хм. Значит, давайте 5000. Во! Во! Как это круто выглядит. А у нас случайно не выключены? Выключены. Во. Ааааа. Как это круто выглядит. Это просто офигеть, ребята. Какие они милые. Вот прям посмотрите на эти крутые улыбки. Это прям милость-милость. Но как они круто. Вот посмотрите. Делкетти. Это, походу, мой новый любимый покемон. Смотрите, какие они крутые. Если мы их разморозим. Аааа. Как она круто выглядит. Это Шайни, ребята. Смотри. Она себе лапку моешь. Ааа. Какие крутые анимации пошли. Офигеть, ребята. Чем дальше, тем пиксельным он все более совершеннее становится. Я просто офигел, когда их увидел. Да, ребята. Вот это нереально круто. Это нереально круто. Офигеть. Ну, давайте приступим к следующим покемонам. Да, да. Там Райкваза. И новая текстурка Райкваза. Да, да, ребята. Следующий покемон. Это, конечно же. Конечно же. Вингул. Ааа. Почему-то он мне какого-то, я не знаю, то ли Чайку напоминает, то ли какого-то Альбатроса. Но посмотрите. Тут тоже такой прикольненький покемончик. Давайте его тоже заморозим, чтобы вблизи рассмотреть. Вот он, ребята. Вот он. Обычный. И вот он Шайни. Вот он Шайни, я сказал. Во. Ух ты. О, о. Как прям офигенно. Он заморозится. Прям в стадии полёта. Этот, по сути, синенький. Этот, по сути, зелёненький. Толком ничего не меняется. Только цвет этих полосочек. Больше ничего. Но это круто. Давайте рассмотрим следующую его эволюцию. Это Пелипер. О. Это тоже находится в стадии полёта. И это тоже. Это тоже синенький. Это тоже зелёный. Офигеть. У него прям такая мордища нафиг. Вот я не знаю. Он мне какого-то реально Альбатроса напоминает. Альбатрос фильма... Не, фирма Альбатрос. Я не знаю, знает ли кто-то эту песню. Нагана. Фильм. Фирма Альбатрос. Застрахуй, братуху. Застрахуй. Уй. Уй. Вот почему-то я вспомнил эту песню, когда увидел Пелипера. Ну, круто. Давайте мы их разморозим. Ух ты, прям куда-то ты пахнулся. Тоже крутые покемончики. Да. Но мы не будем тянуть кота за причиндалы. И сразу же приступим к... Крайквази. Я прям за голову взялся, потому что у неё такая крутая текстурка, что это можно офигеть просто, ребят. Это можно просто офигеть, какая у неё крутая текстурка. Вы готовы это увидеть? Вы готовы это увидеть? Дети. Дети не дети, но всё же. Вы готовы, ребята. Афигеть. Афигеть. Какая она крутая, ребята. Какая она крутая. Это просто с ума можно сойти, честное слово. Смотри, что там нахрен творится. Ты чё такой? Ребята, пишите свои предположения. А то я, если честно, тут догонялки или групповуха какая-то оргия. Я не знаю. Или прям демона нахрен кого-то призываю. Давайте свалим отсюда. Ну, Рейкваза. Какая она крутая. Афигеть. И шайник. И обычная. Афигеть. Вот прям... Смотришь, как она летает. Как она летает. Вот прям респект разработчикам. Потому что это охренеть какой. Мне кажется... Не, у старой Рейкваза вроде не была с нормальной текстуркой. Если я помню, она состояла с квадратов. А вот это прям, знаете, вот состоит так, состоит нормально. Но она очень крутая, ребята. Офигеть. Вы только посмотрите на это. А если на ней еще летать, смотрите, как это круто выглядит. Как она круто летает. А если от первого лица... Офигеть. Мы прям ее за рога держим. Ребята. Это одно из лучших изменений. И обновлений. В принципе, больше тут ничего не меняется. Поменяли текстурку Рейквазы. Добавили двух новых покемонов. Две новые эволюции этих покемонов. И добавили магазин и деньги в пиксельмод. Очень круто. Мы перешли на новую стадию обновлений. Потому что предыдущие обновления были 4.0.8. А сейчас уже 4.1.0. То есть на следующие десятки мы перешли. Офигеть, ребята. Круто. Еще по мелочам, что было добавлено. Была добавлена невидимая дверь. Ну, если было добавлено, значит так нужно. В принципе, для создателей карт это тоже будет круто. Например, от гиммы нельзя проходить, пока ты там ключ какой-то не найдешь. Или что-то в этом роде. Но это, ребята, реально очень круто. Это офигеть как круто. Я не знаю, что тут нафиг творится. Я не знаю, что это за призыв сатаны какой-то. Я не знаю, кто вы вообще люди такие. Что это вообще нафиг? Кто это? Офигеть, они еще живут в деревне. Мы еще даже с ними можем общаться. Так, чувак, а это что за сатанисты нахрен? Профессор Бирн. Сал... Ну, короче... Короче... Новые НПСики могут... Во! Появиться в деревне. Это тебе кто? Голубь нафиг накакал на твою мордашку. Я не... Я не... Я не плохой парень. Я ре... Аааа, он любит Гримера? Граймера? Ну, круто. Поздравляю тебя. Ребята, лайк за это обновление, потому что оно действительно этого заслуживает. Я очень надеюсь, вам понравилась эта серия, это обновление, потому что оно реально очень крутое. Да, ребята, офигеть просто. Я не знаю, смогу ли я его поставить в свой сезон. Посмотрим. Посмотрим, что с этого... Что с этого произойдет. На сервер, к сожалению, обновлений пока что нельзя оставить, потому что там куча багов. И чтобы поставить на сервер обновления, нужно очень и очень и очень много трудиться и справлять эти баги. Что, в принципе, какие-то люди там уже делают. И я жду от них информации, когда они мне ее представят, когда я смогу перевести сервера на новую версию. Но пока что я, к сожалению, не знаю. Да, ребята, я очень сильно буду рад, если вы поставите лайк. Если мы наберем 1200 лайков, то я прям сильно обрадуюсь. В первую очередь. Во вторую. Это будет очень круто, потому что каждый лайк для меня очень сильно важен. Секунда вашего времени. Не поленитесь, ребята. Классните на эту кнопочку. Но каждый ваш лайк добавляет мне больше сил, больше эмоций, больше... Больше, в принципе... Возможности записывать новые видео. Потому что каждый ваш лайк это отдельная для меня мотивация. Также тут есть небольшая кнопочка с надписью. Подпишись на канал. Если вы ее еще не закрыли, все, что вам нужно, это просто-напросто на нее нажать, если ты еще не подписан на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. И я прям приглашаю вас всех вступить в нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно этому рад, если вы вот это сделаете. Да, ребята, также не забываем оставлять комментарии с вашей любимой частью этого обновления. Что вам больше всего понравилось? Новые покемоны какие? Текстурка райквазы или магазины и деньги? Мне действительно будет интересно узнать ваше мнение. Да, ребята, на этом мы будем заканчивать. Ссылочка на скачивание Pixelmon будет в описании. Заходите, скачивайте, устанавливайте на свой Minecraft и играйте с удовольствием. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.